Здесь, значит, со всех сторон у нас горы. Здесь же находится и башня Сеульская. Ребята, вы смотрите, какая крутая станция. Это станция метро. Я как будто в каком-то корейском историческом фильме. У нее здесь был отапливаемый пол. Я уже одел национально-корейский костюм. Здесь в разное время были рождены разные короли или принцы. И у них есть Royal Palace Coffee. Это кофе Королевского дворца. Здесь свой, наверное, Собянин есть, судя по плитке. История Сеула насчитывает более двух тысяч лет. Правда, назывался он на протяжении всего этого времени по-разному. И ничего общего с современным названием не имел. Был столицей различных королевств, которые находились на этой территории на протяжении веков. Как в Европе, Габсбурге, в Англии, Виндзоре, в Китае, Минн, в Корее были свои великие династии. Можно выделить три. Села, Корео и Чусон. Меня зовут Егор Еремеев. Вы на моем одноименном канале о путешествиях. В сегодняшнем выпуске погружаемся в прошлое и настоящее Кореи. И это первая серия моего знакомства с Сеулом. Я тут остаюсь. Это у меня тут будочка снимать кэш. Там у меня кофейня, а тут у меня метро. Короче, иду я в метро сейчас. Еду в центр. И я так, в принципе, в центре. Чуть 10 минут надо проехать чуть дальше. На пятую линию. Продолжение следует. Дobро пожаловать не за més. Высо��есь на коверных условиях. Представляете у нас закрытого линия? Да, подъезда для Delete Without Morte. Передущая forgotten. так вышел я вот этот метро вот этот бетонная штука это метро дальше там театр вот он я здесь это центр искусств центр искусств не изобразительных а исполнительных это гуангамун стейшн это еще здесь площадь гуангамун тут у нас музей истории выше прямо показывает музей истории а слева сиул сити холл так а справа дворец 100 метров конце 19 века после сотен лет изоляции силу открылся для иностранцев и начал модернизироваться он стал первым городом в восточной азии в котором одновременно были электричество троллейбусы и вода телефон и телеграф во многом это произошло из-за торговли с зарубежными странами включая францию из сша seoul electric company seoul electric trolley company seoul fresh spring water company все это было совместное корейско-американские предприятия 1904 году город посетил американец ангус гамильтон и сказал следующее улицы сеула великолепны просторны чисты сеул находится в пределах досягаемости от того чтобы стать самым высокогорным самым интересным и самым чистым городом на востоке на сегодняшний день сеул не только столица но и самый крупный город кореи его площадь 605 квадратных километров население почти девять с половиной миллионов человек а вся агломерация 26 миллионов что делает ее девятый по величине в мире еще это единственный стране город особого подчинения разделен он на 25 районов самостоятельным управлением древний сиул имела более традиционную структуру вместо современных районов в древности город был разделен на различные кварталы и улицы ориентированы вокруг исторически важных мест и зданий в разные периоды истории сеула могли существовать различные системы административного отделения в период династии чесон которая продолжалась конца 14 века до начала 20 века сиул был разделен на пять крупных кварталов называемые донг по разным оценкам в чесонский период в зеуле проживало от 100 до 200 тысяч человек но частые войны внутренние и внешние угрозы негативно влияли на численность населения здесь на площади я не знаю как она читается правильно потому что огромное слово гуанг гуанг вам у так скорее всего и здесь нашли короче делали раскопки археологи здесь нашли остатки старого города вот видите тут изображение стены ворота колодец дренажная система вот сейчас смотрите здесь получается так вот раскопки все вот эти вот где-то тут еще идут где-то еще идут раскопки и здесь сделали вокруг этого всего прикольное место площадь всякие статуи очень симпатичненько я вам скажу современном сеуле 25 административных районов и он сангу современный центральный район города считается что название его связано с драконами первое упоминание и он сан что значит дракон встречается в легенде о двух драконах из периода государства пикчер есть и другая версия касательно названия драконовые горы именно так назывались горы которые окружают данную местность все потому что их форма выглядит как дракон сам район поделен еще на 20 под районов которые называются тонн мы кстати с вами поднимемся на смотровую откуда открывается вид на весь сеул и окружающие его горы 1884 году данную зону провозгласили торговой территории где могли работать иностранные граждане спустя три года в этот район стали активно съезжаться с китая японии франции целью ведения здесь миссионерской и предпринимательской деятельности позже здесь появились пассажирские рейсы на пароходах а потом построили теологическую школу первую в стране семинарию здесь же драконьем районе находятся посольства и дипломатические представительства двадцати восьми государств сейчас этот район современное место где по большей части находится кафе рестораны и магазины но также тут есть и первая в корее мусульманская мечеть которую построили в 1969 году на севере района куда я как раз приехал на автобусе находится одна из природных достопримечательностей гора нам сан на ней расположена теле башня энд селл-тауэр сил ребят со всех сторон окружают горы вот я кстати на одну из них поднялся это и парк и гора нам сан ну как бы гора это громко сказано горка 270 метров ее высота здесь куча всяких троп для хайкинга вообще по сути как бы она выполняет роль и горы и парка здесь же находится и башня сеульская она еще двести с чем-то метров в высоту там же есть и ресторана ну как это часто бывает в башнях вот чтобы покушать с видом правильно здесь значит со всех сторон у нас горы и очень прикольно что здесь вот на смотровой здесь же автобусная остановка он останавливается значит здесь у вас показан город немножко я отражаюсь видите и здесь показаны горы которые окружают значит сел вот самая максимальная 837 837 метров да то есть максимальная города же километра нет высоты вот гора вот гора всех перечислять не буду я их смыслов я не вижу еще гора еще гора еще 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 и короче вот горы все вокруг города вообще раньше они выполняли значительно раньше выполняли функцию защиты для города то есть город находился и кстати вот частном тоже дворцы которые исторические храмы они находятся в долине внизу а гора это такая по сути защитная функция была у них дуракон важная часть корейской мифологии в легендах является символом мощи мудрости и благополучия он часто ассоциируется с водой даже дождем и облаками играя ключевую роль в поддержании баланса и гармонии природы считается хранителем воды и способна вызывать дождь что критически важно для сельского хозяйства таким образом дракон символизирует плодородие процветания драконы также рассматриваются как защитники способные отгонять злых духов и принести благополучие в дома и сообщества они часто изображаются как существа обладающие глубокими знаниями и магическими способностями одна из известных корейских легенд рассказывает о короле мунмёнги основателя государства гугюрё который считался потомком божественного дракона его мать по легенде забеременела когда проглотила свет от маленького дракона драконы часто встречаются в корейском искусстве и фольклоре на их изображение украшают дворцы храмы и даже национальную одежду они олицетворяют силу духа корейского народа и его стремление к мудрости и гармонии с природой корейские драконы кстати отличаются от китайских и японских одно из отличий это пальцы на лапах у одних их три у других 4 у третьих и вовсе 5 ребят уже другая страна я вышел на такую мостик мостик этот находится прям от сеульской башни уже подняться наверх ну можно и не подниматься но я вам советую пройти сюда вот к этому мостику поднимитесь здесь вы не заблудитесь все это сделать очень просто но если вы смотрите это видео про силу я думаю что вам просто поинтересен силу чем-то и корея целом отсюда вообще открывается отличный вид несмотря на то что сейчас вот так вот пасмурно срывается снежок значит это другая сторона и вот это вот гора она как бы в центре и из этой горы с нее вид по сути практически 360 и видно насколько большой а он большой кричит это гора в центре здесь дальше сеул и за ним еще горы которые его так окольцовывают квартал кван джингу один из старейших кварталов сеул в период трех государства этот район был местом постоянных баталий между войсками когурю села и пикче на сегодняшний день район стал образовательным тут то находится более 40 образовательных учреждений у меня есть второй канал про зарубежное образование где вы можете подробно посмотреть выпуск про учебу в корее также не забывайте заходить на наш сайт про зарубежное образование мы сами организуем детские лагеря и помогаем с подбором школ и вузов за границей сайт показан ниже видео еще один древний сеульский район табангу считается что первые люди здесь появились еще доисторические времена хотя документальных подтверждений этому нет впервые территории упоминали в исторических записях государства пикче при этом с древних времен район был известен выгодным стратегическим расположением так как находился он между двумя горами табансан и сураксан а также располагал хорошими условиями для земледелия в этом районе находится довольно много различных достопримечательностей на одной из вершин табанзан находится буддийский храм который был построен в момент правления сэндок королевы государства села в 639 году а вот этот дядечка ребята это у них известный адмирал который 16 веке воевал с японцами здесь много вот таких вот всяких надписей о том как проходила война то есть здесь можно посмотреть даты как чего что происходило короче какая битва была сколько там он разбил кораблей японцев короче здесь вот эта вот история про этого адмирала потому что он он ну естественно как очень важный важный адмирал победитель у них который ну собственно говоря защищал корею корейцам район инсандонг это улице традиционного искусства и визитная карточка кореи главная улица здесь инсандонг киль она соединена с множеством переулков ведущих вглубь района с современными галереями и чайными лавками раньше там располагался самый большой рынок антиквариата и произведение искусства в корее особой популярностью тут пользуется тангунгван старейший книжный магазин сеула район довольно популярен не только у туристов но и у высокопоставленных лиц из-за границы его посещали елизавета 2 а также принцесса испании нидерландов это уникальное место она показывает культурную историю корейских наций многие здешних традиционных зданий ранее принадлежали купцам и чиновникам и здесь до сих пор можно увидеть некоторые резиденции которые были построены для отставных правительственных чиновников период часов после окончания корейской войны этот район стал центром художественной жизни южной кореи и культуры кафе них кофе со льдом сейчас снег идет мелкий идет снег сам факт я еще заходил кофейню причем выпить не успел короче взял кофе и у меня автобус подходил и я с полным бокалом кофе иду в автобус и мне водитель такой нет типа горит со стаканом нельзя мне пришлось я купил кофе вот такую капучину и мне пришлось его оставить короче там на лавочке да и к чему я это я не про к тому что я капучино взял себе и оставил а я к тому что я когда брал кофе пять людей из шести я шестым был взяли со льдом я сказал он ван дэбл спресса едем дальше торговая улица миндон на ней находятся целых три станция метро разных веток с корейского названия улице переводится буквально светлый район здесь проживает около трех тысяч человек большинство из которых торговцы здесь самая дорогая аренда что логично это главный торговый район на сеула какие магазины здесь можно найти да все lacoste альф лорен и чем демзара фарвард 21 болгари луи виттон и прочие ну и конечно корейские бренды включая любимую вашу косметику рядом что тоже логично находится финансовый центр сеула и корейская фондовая биржа штаб квартира сети банковской корпорейшен кокминбанк корея exchange банк лон старфан сам суме тома митсуи бэнкин корпорейшен и ай джи корея иншурэнс ханна банк и эй чесби си ребята вы смотрите какая крутая станция до станция метро это спуск станцию метро здесь только вот я спустился там ход причем так широченный огромный широченный вход здесь не спускаете здесь какие-то книжечки столики стульчики то есть даже больше похоже чем-то на библиотеку еще такую интерактивную с подсветками с такими классными и дальше еще там зоны типа как коварка и за этом тут все написано на корейском я не понимаю что это но очень классно очень крутая такая современная хотя слова современная это конечно и современная плюс я не знаю какая у туристичная что туристичная больше вот вот так находит очень классно сделано йойда остров на реке хан и главный финансовый и инвестиционный банковский район сеула его площадь чуть больше 8 квадратных километров а проживает здесь около 32 тысяч человек здание национальной ассамблеи корейская ассоциация финансовых инвестиций штаб-квартира lg одни из самых высоких небоскребов сеула и вообще кореи башни международного финансового центра сеула башни федерации промышленности корея и здание 63 building 63 square все это здесь последнее было самым высоким зданием за пределами северной америки на момент его открытия в 1985 году а еще вторым по высоте по золоченным зданием в мире после гранд лесбоа в макал и только в 2009 году его обогнала торговая башня с северо-восточной азии международный финансовый центр сеула афси коммерческий комплекс площадью полмиллиона квадратных метров здесь находится офисные помещения торговый центр афси мол сеул конрад пятизвездочный отель со стоимостью стандартного номера в 500 евро за на стандартный номер здесь имеет площадь почти в 50 квадратных метров а пинхаус все 288 чтобы из окна открывался красивый вид на реку то придется доплатить еще 200 кстати если верить географическим записям шестнадцатого века то район юэда изначально использовался в качестве пастбища для овец и коз можете представить как все это выглядело скажем так в доне босквариевское время да и в целом территория была по большей части необитаемой песчаной косой пока не был построен первый аэропорт на территории страны в 1924 году сейчас в сеуле есть два аэропорта инчхон куда я прилетал и кимхо инчхон находится в 70 километрах от столицы в одноименном городе инчхон это самый крупный авиационный узел страны и один из самых крупных аэропортов в мире также он получал высший рейтинг то есть пять звезд по мнению британской исследовательской компании sky tracks а 2009 году в их рейтинге он занял первое место обойдя все мировые аэропорты привет вы поняли это перчатка форме смысле перчатка форме перчатки это градусник форме перчатки я сначала не понял потом как понял вот вот так вот так вот перчатка такая огромная и парень там корейский что-то вещает суета какая-то короче градусник и непонятно сколько показывает какая-то температура температура непонятно раз мы говорим о финансах то имеет смысл упомянуть район богачей и вы сто процентов слышали его название это район каннамгу а слышали вы о нем из известной песни и корейского исполнителя писси уай ганг нам стайл лакшери лайф который живут корейцы в каннамгу на сленге называют каннам стайл что стало синонимом гламура туз и всяких понтов здесь живут обеспеченные люди и сосредоточены офисы компании hyundai представительства google ibm и toyota каннамгу можно сравнить beverly hills калифорнии или 5 авеню в нью-йорке кстати изначально писси уай не планировал выходить за пределы южной кореи со своей песней но в итоге она так завирусилась что принесла ему в общей сложности 5 миллиардов просмотров на youtube и миллионы долларов прибыли но вот вам настоящий гангнам стайл а В Сеуле сохранилось 5 королевских дворцов, хранящих историю династии Чусон. Нам предстоит перенестись в прошлое и прогуляться по главным дворцам Сеула. Давайте начнем немного с другого. Вот так выглядит карта метро Сеула на корейском и маленьким на английском. А, знаете еще какой лайфхак очень важный, кстати, здесь? Я не пользуюсь здесь Google-картами, потому что они здесь не работают. Ну, точнее, как бы работают, но очень плохо. Короче, я скачал отдельное приложение. Есть. Называется Naver Map. Это их местная. И, короче, с ним все понятно. Вбиваешь там, какой тебе нужно пункт назначения. И он также на корейском и на английском станции. У меня вот даже на английском там показано. Площадь Кванхамун. В этом районе раньше базировались многие высшие правительственные организации династии Чусон, включая улицу Югдзо. Эта улица была основана еще в 1395 году и начинается она от ворот Квангвамун. На ворот это вход во дворец Кёнбок-кун. К нему мы еще вернемся. Раньше улица служила широкой магистралью во времена Чусон. Что-то типа Невского проспекта в Питере. Здесь на площади можно заметить уголок, где что-то копают. Что это? Это археологические раскопки. Слои, обнаруженные во время раскопок, разделяют на 4 основные периода. Ранний период династии Чусон, 14-15 века. Японское вторжение в Корею, 16-18 века. Эпоха восстановления дворца Кангвокун, 19-20 века. А где четвертый слой? А это то, что было до всего этого, когда здесь не было дорог, а были реки и ручьи. Внутри каждого слоя были обнаружены кусочки фарфора, черепицы и фаянса. На западной стороне улицы были обнаружены дренажные сооружения, стены и колодцы. До раскопок улица была видна только на старых картах Сеула и в старых документах типа Чусон Ван Джо Село. Переводится как аналы династии Чусон. Благодаря этим раскопкам становится очевидно, что улица действительно существовала на протяжении многих веков. Сейчас площадь это культурное и историческое пространство, находящееся между дворцом Кенбокун и ручьем Чхонгечхон. Вы знаете, первое впечатление, вот я вышел просто на улице и чуть-чуть прошелся, вышел из метро. Очень-очень стильненько, модненько, заведения такие прикольные, сразу же какие-то арт-объекты стоят. Абсолютно разная архитектура и аккуратно. На площади находится фонтан в честь достижения адмирала Ли Сун Сина. Называется это место 1223, где 23 количество битв, в которых адмирал участвовал, а 12 количество кораблей, задействованных в этих битвах. Рядом с фонтаном установлена статуя самого адмирала, а чуть дальше стоит статуя короля Чусона Се Джона Великого, четвертого монарха корейской династии Чусон. Ли Сун Син, это величайший корейский адмирал, живший в 16 веке. Он же сконструировал первые в мире броненосцы кабуксоны. Их еще называют кораблями-черепахами. Они также являются частью монумента. Если среди зрителей любители бега, на площади ежегодно стартует сеульский международный марафон, который финиширует на Олимпийском стадионе. Ну да ладно, пойдем во дворец. Я как будто в каком-то корейском историческом фильме сейчас. Кёнбок Кун, он же дворец Кёнбок. Это дворцовый комплекс, который был главным и самым крупным дворцом времен династии Чусон. Здесь жила королевская семья. Сам дворец один из пяти больших дворцов, которые были возведены в период правления Чусон. Возведен дворец был в 1394 году. Раньше улицы, с которой мы начали наше путешествие. Что логично, ведь ко дворцу должна была везти самая главная улица. Вот она там и появилась. Дворец сильно пострадал во время японского вторжения. Тогда некоторые из его частей были сожжены в 1592 году. Реконструировать его удалось только в 1860. Тогда комплекс включал более 300 зданий и 5792 комнаты. В 1911 году японцами было снесено 10 зданий дворцового комплекса, на месте которых появился дом генерал-губернатора Кореи. Мне удалось пройти сюда бесплатно. Сегодня бесплатный день. Плюс здесь проходят какие-то фотографирования и съемки. Здесь все бегают в этих национальных костюмах. И у меня такое ощущение реально создается, что я или вот где-то там, не знаю, несколько веков назад сейчас нахожусь, либо просто в каком-то фильме про Древнюю Корею. Очень круто. Ощущение очень прикольное. И вот этот дворец вон в центре получается и окружен со всех сторон вот этими вот высотками, постройками. Такие очень прикольные ощущения. Смотрите. Основные сооружения дворца в наше время. Тронный зал Кэн Джон Джон, который входит в список национальных сокровищ Кореи. Павильон Кэн Бо Куна, стоящий посреди искусственного озера на 48 гранитных колонн. Этот павильон изображался на купюре в 10 тысяч вон старого образца до 2007 года. Зал Сэн Джон входит в королевские служебные помещения. Там король работал над государственными делами, проводил утренние заседания совета, административные отчеты и обсуждения. Это был простой рабочий кабинет с одним этажом. Хотя соседние здания были обставлены мебелью и отапливались традиционной корейской системой Андоль. Старинный корейский аналог теплого пола. Считается, что первые такие системы были придуманы более 2000 лет назад. Под полом были дымовые коридоры, которые сверху закладывались плиткой, а топка располагалась снаружи помещения, куда подкидывались дрова. Перед залом Сэн Джона находится галерея. Тут хранились королевские вещи. Правда, в 1867 году здание было перестроено, что часто происходит с приходом новых правителей. Очень круто, очень холодно, пока тут гуляешь. Но меня согревает, знаете что? Что другим людям тяжелее. Те, кто снимаются здесь, фотографируются в этих национальных костюмах без шапок, без каких-то обогревателей, без пуховиков, вот им холоднее, чем мне. Вы можете посетить национальный музей Кореи и посмотреть на копию часов из дворца. На бронзовом циферблате выигравлено 7 продольных и 13 широтных линий, обозначающих часы и времена года соответственно. Когда солнце движется по небу с востока на запад, тень совпадает с часовыми линиями, чтобы указать время суток. Самые ранние оригинальные солнечные часы, изготовленные во времена правления короля, были утеряны. Эти же часы, музейные, наиболее точная копия. Классно! Мне прям очень нравится. Во-первых, бесплатно. Еще раз повторяюсь, когда бесплатно, оно сразу же становится в два раза лучше. Во-вторых, территория вот этого дворца, она большая. Здесь гуляешь, вот эти все здания, сооружения разные. Я уже забыл. Ну, вот оттуда я пришел, но плюс-минус я уже запутался. Значит, где, какое здание, что обозначает. Можете представить себе территорию, это не три домишки. Мне кажется, что нужно, чтобы хорошо все это обойти, наверное, ну, час точно. И здесь еще показана, да, там какая-то информационная часть. Вот это всего, вот, где, чего, как это одна из секций. Понимаете, это секция три, зона третья. Ну, вот, таких зон здесь куча. Субтитры создавал DimaTorzok Это обзор на номер, на мой. Самое главное, номер, он небольшой, но при этом он удобный, комфортный. Здесь все есть, все работает, есть свои фишки. Это то, что волнует многих, потому что многие слышали, но никогда не видели. Вот эти вот знаменитые туалеты. Вообще, это должен был быть обзор на номер, но так получилось, что это стал обзор на туалет. Во-первых, это все дело подогревается. То есть, вы садитесь здесь, видите, вот такая вот штука, вы садитесь и тепло. Сразу пик и еще даже сильнее начинает подогревать. Вот это, это разные варианты, короче, мойки. И вот это, это, короче, ветерок. Закрываем крышку. Это еще не все. Интересное название. Inus. И тайна. На самом деле, вот это, это не унитаз. Это, это крышка просто. То есть, вот эту крышку такого плана, ее можно установить на, ну, не на любой горшок, но на, как бы, на горшки. То есть, это электронная вот эта вот крышка с кнопкой. Линк я прикрепляю. Ладно, линк не выделит никакой, это не реклама. Ладно, надо двигаться дальше, снимать. На улице вот, видно вам, солнце, солнце, а минус 7, минус 7. По моей тени можно представить, что я уже одел национальный корейский костюм, но нет. Почему здесь вообще большое количество вот этих вот корейских магазинов с корейской одеждой? А потому что храм. Потому что приходите сюда, арендуете эту одежду, идете в храм фотографироваться. Отправляемся в следующий по важности дворец. Чхан-док-кун. Дата постройки 1405 год. Это, кстати, не дворец, это только ворота, вход в дворец. Рядом билетная касса, и в билетной кассе сразу же кофе продают. И у них есть Royal Palace Coffee. Это кофе Королевского дворца. Хотите покажу, как он выглядит? Как в баночках, как пиво продается. Вот, смотрите. Такие баночки. Холодный кофе Royal Palace Coffee. Разные. Прикольно, да? Если бы там тоже у нас какие-нибудь храмы, вы приезжаете, то же самое по Золотому кольцу, когда ездишь. У нас продают там всякие на оливки, там еще что-то. Но кофе у нас не делают, да? Я не знаю. Вы знаете, где-то у нас какие-то достопримечательности, где бы делали кофе свое? В баночках продавали. Главный вход во дворец. Это ворота Дон Хламун. Они использовались в торжественных случаях, например, когда король отправлялся на процессию. Придворные использовали другие ворота Ким Хламун с западной стороны. Центральная часть дворца, зал Ин Джон Джон, находится на востоке. Попасть в него можно, перейдя мост Ким Чон Ге, после въезда через главные ворота. Вошел я на территорию. Здесь открытое пространство, сразу же открытая такая небольшая площадь. И вот эти деревья. Я не просто так снимаю эти деревья. Вот эти деревья, здесь три штуки их. Там еще одно снаружи. Этим уже деревьям по 400 лет. Внутри главных ворот по обе стороны растут 8 деревьев пагод. Эти деревья можно увидеть на картине Дон Гвалдо. Роспись восточных дворцов. Датируется примерно 1830-ми годами. Считается, что они вероятно были посажены, когда Чхан Док Кун восстанавливался после того, как был сожжен во время японского вторжения в 1592 году. Посадка этих пагодных деревьев напоминает сцену из конфуцианского текста, в котором говорилось, внутри главных ворот дворца были посажены деревья пагоды, под которыми три министра обсуждали государственные дела. История интересная штука, да, ребят? Раньше здесь жили королевские особые, здесь жили придворные. А сейчас я могу гулять здесь, ходить вообще практически один. Ну вот и она ещё. Да, мы можем здесь гулять, мы можем фотографировать всего-то какие-нибудь лет сто назад. Мы бы так спокойно здесь не походили, не потусовались. Моё впечатление классно. Очень-очень вдохновляет, даёт какую-то определённую энергию, потому что, когда гуляешь здесь, чувствуешь, да, что-то особенное. И плюс все вот эти вот здания, всё вот это, оно всё сделано с учётом места. Горы, вот эти вот деревья. И понимаешь, почему они выбрали это место. Не просто так всё это дело сделалось. При строительстве дворца учитывались принципы фэн-шуй. Дворец расположен в соответствии с географическими особенностями местности, окружённый горами, что обеспечивает защиту и гармонию с природной средой. Гора Букхан находится севернее дворца, создавая защитный барьер. Важной особенностью дворца являются водные элементы. Искусственное озеро Бёнвонджи и островок Хванвондо. Эти водные элементы добавляют красоты, но и символизируют что? Кто смотрел предыдущую часть? Вода символ чего? Процветание и благополучие. Здания построены в соответствии с традиционными корейскими архитектурными принципами. Простота, естественность материалов, гармония с окружающей средой. Крыжи здания изогнуты вверх на концах, что придаёт им утончённость и эстетичность. А использование дерева подчёркивает связь с природой. Вот это здание в центре, оно находится немножко на возвышенности. Это тронный зал. Главный тронный зал. Здесь проходили коронации. Важным моментом здесь является то, что место было выбрано так, что считалось, что здесь максимальная энергетика, то есть вся энергия от места, от местности, от гор идёт сюда в центр. А сейчас прикольно, отсюда можно видеть как раз вот как за вот этими стенами современный Сеул. Плиты такие на полу здоровенные. Прямо как Москва белокаменная, тут у нас Сеул белокаменный. Здесь свой, наверное, Собянин есть, судя по плитке. Но не Собянин, но, наверное, корейский. Собян Ли или Пак Собян. Пак Собян, наверное, вот такое. Дворцовый комплекс Чандакун поделён на дворы. Когда впервые сюда попадаешь, кажется, что здесь всё немного запутано. Но на самом деле расположение и ориентация зданий в дворцовом комплексе не случайны. Они отражают конфуцианские идеалы и корейские традиционные верования. Пространственное разделение для государственных церемоний, жилищных и административных нужд следует строгой иерархии, характерной для корейского общества того времени. Архитектура дворца является выдающимся примером традиционного корейского искусства строительства. Каждый элемент спроектирован так, чтобы достичь гармонии между человеком и природой, отражая основные принципы восточной философии. Я не особый знаток королевских корейских имён, но суть в том, что вот эта территория и вот эти домики здесь по территории, это всё королевские домики. И здесь в разное время были рождены разные короли или принцы. И если здесь походить, здесь вот есть в одном из домиков инсталляция, примерно там с чашечками и так далее, походить, почитать эти таблички, то в одном каком-то домике был рождён один, в другом был рождён другой. Вот в этом домике принц любил читать, а в этом король принимал гостей. А вот эти два здания, раз, два, это была резиденция королевы. И здесь ещё интересный момент, что у неё здесь был отапливаемый пол. Какие ещё здесь были примечательные постройки? Запомнить это, если вы не кореец, нереально. Но мы постараемся. Зал Хуэй Джон Дан, кабинет короля, а также его спальня. Но имейте в виду, что то, что мы видим, это перестроенное здание с использованием материала, взятых из резиденции короля во дворце Кенбакун. Как понять, что здание не оригинально? Перед зданием есть подъездная дорожка для автомобилей, электрическое освещение и мебель в европейском стиле. Резиденция Йонгюн Дан, центр конфуцианства и не конфуцианства. Зал Сон Джон Джон, это офис официальных лиц. Он построен на востоке от главного дворца. И здесь король работал, принимал там разных чиновников, смотрел, что там сделано, что не сделано. Ещё уникальность этого здания в том, уникальность этого офиса, это единственное здание, у которого сине-зелёная крыша, короче. По-богатому, да, такой сине-зелёный цвет. Все остальные здания у них чёрная черепица. Я уверен, что вы обратили внимание на корейскую черепицу. Традиционная корейская черепица имеет изогнутую форму. Это помогает эффективно отводить дождевую воду с крыши. Эстетически черепица придаёт крышам элегантный вид с плавными линиями. Для изготовления такой черепицы используются натуральные глинистые материалы. Это обеспечивает долговечность и устойчивость к различным погодным условиям. Каждая черепица перекрывает следующую таким образом, чтобы обеспечить максимальную защиту от проникновения воды, а также ветра. Плюс к этому применяются специальные конечные черепицы для краёв крыши, которые не только выполняют функциональную роль, но и служат декоративным элементом. Сама крыша в корейской культуре – это ещё один символ. Что он символизирует? Защита и укрытие. Изгиб крыши и форма черепицы могут символизировать гармонию и равновесие между человеком и природой. Принцип укладки корейской черепицы называется «замок». Что это такое? Взаимное перекрытие черепицы таким образом, чтобы каждая черепица зафиксировала две соседние. И здесь есть части, за которые нужно дополнительно платить. То есть вы зашли, заплатили одну денежку, потом вторую, потом третью. И вот самая дорогая денежка, которую надо заплатить – это вход в секретный сад. Секрет гардер. И вот здесь много веков, потому что все короли, королевские особы очень сильно любили это место. Принцип укладки корейской черепицы. На территории дворцового комплекса есть секретный сад. Находится он на заднем дворе. Площадь его около 32 гектар. Был создан специально для королевской семьи, поэтому и назывался секретным садом. Здесь находится пруд с лотосами, павильоны, лужайки, цветочные клумбы. В саду растет 26 тысяч деревьев, нескольких сотен видов. Здесь король со своей свитой занимался охотой, рыбалкой. Проводили банкеты и даже вы удивитесь, в некоторых павильонах проходили госэкзамены для набора новых чиновников. Сколько еще времени у вас уйдет, чтобы посмотреть все это великолепие? Минимум 2 часа. Минимум. Это чтобы погулять, так, относительно в нормальном темпе. Это чтобы почитать историю, познакомиться с зданиями, заглянуть в какое-нибудь здание. А если вы хотите прям все-все-все насладиться и так далее, то 3, то 3 часа. Вы и за 2 часа успеете насладиться, но если вы там и сад, мы сад рекомендуют час. И там есть гид, который вам объяснит, расскажет там, вот. Ну, я, честно говоря, чуть-чуть умакнул от гида. Она веселая, молодец, такая вообще корейца веселая, хорошие такие, приятные ребята. Интересно, но для меня, для первого раза, просто там 3 часа, да, очень много информации. Ну, и куда же мы без шопинга? Без шопинга и уличной еды. 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 Субтитры делал DimaTorzok 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 вот как надо бабки зарабатывать короче мороженое берешь кусок на палку газовой горелкой зафигачил снаружи и продаешь все все там очереди в очереди стоят и фоткаются с этими мороженым а а а а а а а Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok